Кайден Троу. Давайте. Правда, серьезный дебют. Найс! Серьезнейший. Что остается? Ну окей. Кто не хочет побороться за центр? Так, получше получил. Без риска. Побьем ДЦ. Чтобы на Д4 он не наваливался всеми силами. Так, даже дам. В конце 3 можно сыграть. Что это такое вообще? Какой у него разряд? Что это вообще за шахматист? Есть ли у него квалификация какая-то шахматная? Не уверен. Прямо скажем. Не уверен, но может быть и есть. Потому что у него просто так тщательно маскируют. За бездарной игрой. Новичокроссмейстер. Так, сюда еще напарим. Так, можно пойти конь Б6. Но мне нравится идея закончить развитие и потом конь Б6 выиграть какой-то материал. Ничего не могу с собой поделать и очень нравится такая идея. Конь Б6? Конь Б6, наверное, это наименьшее из его проблем. Скорее, конь Б6 неприятно. Заберем, пожалуй. Сложный. Условность в4, Б6 и вход. Можно пойти конь же, пять. Провица, Провиди слона. На сломой это два, ферзи, ферзя три будет. А, все-таки слона этого лучше выбить он. Ну, потенциально. Может куда-то напасть. Провиди слона в5, можно пойти. Б6. странный ход на всякий случай отойду не догадался почему его идея просто отойду тоже 4 данный на подъем так сыграем и конечно же 4 коня 6 не последовало ну тогда наверное будем жить как-то как там заканчивается фирма не бой дают они старики ребята будем жить кратерии выглядит неплохо эти виды на ж2 земнула это непрасно но мало что меняет он тоже не заметил впрочем такая игра идет душевная фирс b5 ладь это 5 важный ход чтобы не было подлых прыжков так сдуваемся пока коня уберем так ну и в 5 можно себе позволить побеспокоить его величество так что же здесь делать-то это д7 наверно неплохо смотрится что взять и ладья д7 ну сразу ладья д7 пойду сразу ладья д7 b5 теперь у него минус хода что не вываливается уже на b5 ферзь давайте тоже он вперед идет я вперед иду будем играть с ним на равных все честно надяется 5-то напал да получается получается напал может не заметите что он напал ты едешь и ничего не буду говорить это прям ход доставляет большое удовольствие отзывайте 6 прорежем по белым полям атакой не 4 такую тактику тактику ему наносим Ну так, в общем, можно было, наверное, лучше реализовать, но я вроде тоже справился. Ну, с другой стороны, 6,5 из 9, сильных соперников не особо ожидаешь на этом рейтинге. На этом, как это, в этой очковой группе. Посмотрим, как Магнус ловится. Магнус, серьезный соперник, Жива Хертиндара. Позиция сложная, интересная, кстати. РЖ-4 сильный ход, да, так это? Помню, у него компьютера Магнус. Молодец, нашел. Интересно, как и ставить ладью на А7, чтобы на Ж7 защищать, но это очень сложно. Слон А6, слон Ф8, Е7, правда, тоже очень сложно. Правда, тоже все это довольно нелегко найти. Правда, Е7 ход типовой, конечно, да. Комбит Е7, Комбит Е6, Король Х8 как-то. Правда, непонятно, почему это так сильно. Правда, сильно, по мнению компьютера, но непонятно. Человеку. Ну, Е7, правда, нашел, молодец. Да, я. Бить, наверное, надо. Дима, очень грустно. Да, Магнус накатывает, походу. Молодец. Я даю мне, грустно. Так, на финиш. Это маленький. Это просто брустно, чувак. Магнус нормальный, но как-то... Ну, с другой стороны, брат не получил. Пустячок-то, в общем-то, приятно. Молодец в один только выигрывает. Прям остальные ходы еще борьба. Молодец в один никогда, конечно, белые не сыграют. В ходу, вообще бессмысленный по-человечески. Подгонять о тени на Д3. как нибудь одержите наверно пойдет я не знаю а нет пошел молодец 107 какой-то да начнут с обмен ударами конечно же выиграно у белых но что творят канадцы такую тактику придумал синдаров ну да вот молодец